Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Меня зовут Анна Корольчук и сегодня я расскажу о культурных событиях Гомеля и Гомельской области, а также познакомлю с другими интересными фактами и событиями. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность, небольшой мокрый снег. Температура воздуха днем составит всего 3 градуса, ветер северного направления скоростью до 5 метров в секунду. Выставка графики «Речицкое возрождение. Феномен Валерия Бондарчука» открывается в Музее истории города Гомеля. В экспозиции графические образы, которые одновременно сочетают в себе красоту и печаль, уныние и жажду жизни. С их помощью автор ввел философские беседы со зрителем. Познакомиться с работами мастера можно в Музее истории города Гомеля до 24 января. А открытие состоится сегодня в 16.30. Во дворце румянцев Хапаскевича открылась выставка работ воспитанников студии «Вдохновение». Она работает при областном дворце творчества детей и молодежи под руководством гомельской художницы Анжелики Шабалтас. Посетители выставки Ван Гог, импрессионисты и другие ждут работы, выполненные в сложной технике и с мастерством, без скидок на возраст. Студийцы обратились к шедеврам мирового искусства конца 19-го, начала 20-го столетия и внесли новые оттенки в известные темы и сюжеты. Гомельский дворцово-парковый ансамбль представил еще одну выставку. Она называется «Из недр земных и временных. Гомельщина в археологических артефактах». В экспозиции результаты полевых исследований, которые проводили в последние годы на территории региона. Гости музея увидят находки каменного и бронзового веков, раннего Железного века, раннеславянского и древнерусского периодов. Также это предметы эпохи Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Выставка уникальна тем, что впервые в музейной практике в одном месте соединились сразу несколько результатов исследований. В данном случае речь идет о 10 исследователях, 17 памятниках разного времени и около 500 экспонатов. Увидеть их можно будет до 15 марта. В стенах Гомельского дворцового паркового ансамбля продолжает работу музея экспериментальных наук. Гости смогут найти приборы и устройства, которые покажут самые разные явления природы. Все экспонаты выставки не только можно, но и нужно трогать руками. Только так получится открыть для себя такие механизмы, как волновой маятник, мост да Винчи, маятник Ньютона, трансформатор Теслы и еще много чего интересного. Этот проект также поможет узнать, как работают законы физики, познакомить с принципами действия технических устройств и не только. Незабываемые впечатления гарантированы, так что приходите и экспериментируйте. В областном центре начала работу резиденция Деда Мороза. Каждый день до 7 января, а также 13 января с 13 до 16 часов юные и взрослые жители и гости города могут пообщаться с хозяином резиденции и его друзьями. Встретиться с любимыми персонажами можно в домике Деда Мороза на площади Ленина. Желающим также предложат принять участие в праздничных программах. Приходите и создавайте новогоднее настроение. Для гамельчан организуют мастер-класс по изготовлению главной новогодней красавицы. Участникам встречи предлагают сделать своими руками оригинальные новогодние елки. Такой сувенир можно будет оставить себе. Но для кого-то он может стать нестандартным подарком. Так что для желающих это мероприятие станет приятным бонусом при создании новогоднего настроения. Мастер-класс пройдет 29 декабря в библиотеке имени Герцена Начало в 15.00. Вход свободный, но понадобится зарегистрироваться на сайте учреждения. К следующим новостям. 28 декабря в Речице состоится предновогодний фестиваль света и огня. Любителям огненных шоу предлагают собраться у амфитеатра на набережной Днепра. Организаторы обещают яркие выступления со сложными трюками и использованием пиротехники. Частью фестиваля также станут конкурсы, танцы и не только. В финале запланирована акция. В ее рамках зрителям предложат стать участниками флешмоба «Бенгальских огней». Такой вечер точно зарядит праздничным настроением всех присутствующих. Начало в 19.00. Не пропустите. В Беларуси объявлен конкурс литературного творчества студентов вузов «Автограф-2020». Он пройдет с января по ноябрь следующего года. Конкурс проводится в два этапа. До 30 сентября работы необходимо отправить на адрес Национального центра художественного творчества детей и молодежи. Затем жюри определит победителей и призеров каждой из номинаций. Награждение состоится в ноябре во время Республиканского молодежного форума. Положение о проведении конкурса размещено на сайтах Министерства образования и Национального центра художественного творчества детей и молодежи. Принимайте участие и побеждайте! К другим интересным новостям. В предстоящую новогоднюю ночь телезрители впервые увидят легендарный фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром» в качестве Full HD. Благодаря новым технологиям зрители ждет яркое и четкое изображение. Какие впечатления оставит отреставрированная кинокартина, узнаем после ее показа. А пока давайте вспомним, что впервые советские зрители увидели этот фильм в 1976 году. История знакомства главных героев покорила зрителей. А просмотр этой киноленты в новогоднюю ночь уже стал традицией. Снег выпал в заповеднике одной из провинций Китая. Туристы испытали невероятные эмоции, увидев, как животные радуются снегу. Золотые обезьяны собрались в небольшие группы и принялись исследовать похорошевшую местность. Другие приматы исследовали заснеженный парк передвигать по веткам деревьев. Приятно удивились смене погоды и местные панды. Впечатленные они ловили лапами снежинки и забирались повыше, чтобы рассмотреть побелевшую территорию парка. Как видим, предновогодние дни приносят радость всему живому на планете. В польском Кракове при реконструкции здания было найдено 10 тысяч старинных медных монет 18-го столетия. 200 лет назад дом был собственностью монашеского ордена. Находку передали в археологический музей города. Стоимость клада эксперты оценили примерно в 400 тысяч фунтов стерлингов. Знаете ли вы, почему кошки так любят коробки и другие похожие предметы и емкости с углублением? Специалисты считают, что в них питомцам нравится находиться по той причине, что так они чувствуют себя в безопасности. Результаты проведенного исследования подтвердили эту гипотезу. В научной работе было задействовано 19 кошек, у 10 из которых имели свои коробки. Ученые фиксировали уровень стресса животных. И спустя несколько дней было замечено, что у кошек с коробками этот показатель оказался ниже, чем у кошек без коробок. Поэтому, если ваш питомец в очередной раз заберется в ваш любимый чемодан или какую-нибудь коробку, не спешите его наказывать за это. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы. Рассказ о ярких событиях из жизни нашего региона, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь4» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Новый день с вами встречали «Утренний фрэш» и я, Анна Корольчук. Желаю вам отличного настроения на весь день и предстоящие выходные. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!